всем привет ну вот и полностью они уже я так думаю распустились кто не видел показываю еще раз есть отдельное видео об этом растении конечно красивая очень необыкновенная цветы кстати немножечко отличаются от летнего наверное цветения когда более тепло эти усы конечно длиннее ну а сейчас такое компактное я бы сказала цветение растут новые листья красивые глянцевые такие обалденные растение находится в таком притененном месте только вечернее солнышко ну и вот понравилось растут еще новые цветоносы красивая конечно необыкновенное растение не перестаю удивляться красоте ну а тут уже по традиции покажу цветущий и наверное понемножку понемножку будем гулять по всем моим растениям это доцветает final blue аромат конечно стоит у нее шикарный ну вот так вот цветочки опускаются но еще держится ну а тут сказать что я сама в шоке ничего не сказать это обалденная конечно гроздь шикарные цветы они прям вот не такие да огромные огромные но этот букет это цветоножка такая плотная сколько цветов в этом году два четыре шесть восемь восемь я просто влюблена в этот букет надеюсь что он будет цвести очень долго потому что это и запах такой какой-то кувшинки лилии очень вкусный вкусный ну и тут еще еще четыре цветочка еще четыре цветочка такие конечно изогнутые немножечко псевдобульбы в раскоряжку я бы сказала очень такие длинные листья тоже очень плотные нужно ее конечно формировать вот такое вот название она у меня второй год и конечно это букет эту конечно орхидею я никогда не разделю никогда это это просто что-то шикарный просто шикарный букет класс ну а это мои как я говорю да больше мне ничего не надо мне хватит моей коллекции хотела показывать коллекцию но уже покажу мои новинки я вот купила их две честно говоря я не могла определиться какая мне больше нравится сначала я думала что мне белая больше нравится потом я подумала что мне это больше нравится вот я их принесла домой и уже считай полторы недели я никак не могу определиться какая мне больше нравится может быть вы мне подскажете или мне придется их оставить две у себя так ну и это халкоглоссум кимболианум где он произрастает у нас лайус талант 1200 1800 метров над уровнем моря мне понравилось что они такие небольшие невысокие вандачки маленькие и уже цветут запаха я у них вообще не слышу никакого ну вот единственное что мне конечно такой вот верхний этот лепесток такой он перекручены но он такой должен быть я думаю что это какой-то дефект нет ну и вот эта красотка тут еще есть даже две детки здоровские такие нежные какие-то прямо вот папирусная бумага да кстати очень благодарна всем кто комментировал я не думала вообще что я выложу видео думала что там будет какой-то шум или еще что-то ну честно говоря людей не было много ну и вот так вот получилось было у меня время снять обычно конечно больше людей и помещение меньше и конечно на выставке шумно ну и кто-то может отвлечь и так вот как-то не получалось никогда так вот снимать это кусочками кусочками снимала и конечно я сама люблю когда комментируют когда что-то рассказывают ну вот какая красота ой красота что еще из новинок из новинок я себе купила еще фаленопсис корну серви у меня есть он но он малыш совсем я его уже но можно сказать поменяла то есть я свой уже продала шустрая еда и оставила себе цветущий надо его единственное что пересадить ну а здесь покажу две морковки эту вы уже видели красотка она уже оцветает кстати вот уже я ее вчера с собой на работу даже брала ароматила она нам весь день ну а это вот расцвела red flower честно говоря я немножечко разочарована я почему-то ожидала red red хотелось такое вот ну вот вы видите да ну так вот так вот так вот конечно вот так вот они подросли наросли красивые псевдобульбы в этом году уже листья осыпаются но единственное что конечно вот мне кажется вот это вот красная она у меня red flower она у меня не цвела и мне кажется вот по вот этой вот причине я ее и держала так долго ну ну красивая конечно здоровое растение понравилась им пересадка очень такое тяжеленькая но я бы сказала псевдобульбы конечно тяжелый ну и его такой вот цветонос он только наверное вчера начал открываться и вот я вот его сейчас принесла ну покажу вам для сравнения ну конечно эти цветы нам намного посимпатичнее доцветает лабиата долго кстати для природника она держится ну а здесь расцвела расцвела и уже тоже мне кажется она увядает потихонечку уже такие кончики становятся беленькие но цветок еще плотный я утрога сейчас вот как вы видите она маленькая это котле love note и это гибрид волкирианы на лаэлию лелию синкарана котле синка синкарана ну вот конечно псевдобульбочки маленькие самый высокий наверно ну вот сантиметров на 10-11 наверно максимум и цвету конечно крупные обалденно я видела недавно посадку мне так понравилось как деревце получается когда такая миниатюрная и полностью вся в цветах ну вот такая вот очень здоровская и аромат конечно у нее тоже обалденный волкириана вски волкириана дает своим своим потомством всегда наделяет их прекрасным ароматом шикарная красивый цветок красивый цветок не сказала я да про размер наверно сантиметров 8 я бы сказала ну крупный довольно таки по сравнению с куртинкой красивы ну оттуда цветает моя красотка держится да тоже красивая еще красивые плотные и цветы очень плотные красавица вот она меняется но все равно она красивая очень красивая ну что начнем сначала да я первую часть видео делала 11 мая я конечно в шоке сколько времени прошло сегодня уже 23 а я все думаю ну вот я уже начала снимать вот уже сейчас я уже и закончу уже прошло сколько времени в общем я вам показываю опять эту красавицу у нее уже выросли бутоны бутоны и распустился второй цветонос распускается вернее мне вот интересно видно я их все сейчас перенесла в мой гринхаус потому что у нас там строится крыша и все убрала получается из под крыши смотрите как после ночи все равно влажность конечно дождей нету и все равно насколько на листиках такая вот влажность да классно конечно холодно я не знаю как они бедные выдерживают у нас очень холодно ну по крайней мере для меня я всегда зиму как-то не очень любила всегда хотела жить в тепленьком месте где нет зимы но здесь такая зима все равно для меня холодно в общем покажу уже цветущие потому что не знаю как это все думаю я вот сейчас буду снимать а как снимать даже сама уже не знаю в общем она расцветает эта красавица я уже перевесила сюда вчерашние мои новинки по дангес конечно читала комментарии вы меня конечно все засмущали я никогда не думаю что прям такая вот ну нужно прямо вот я в кадре какое-то лицо моё показать конечно само интересное понимаю что интерес вызывает голос как человек выглядит ну прям чтобы вот так вот ну и конечно я себя никогда красавицы не считала да да и барбару стрельзи тоже поэтому ну в общем да что-то есть конечно что-то есть получала конечно всегда комплименты ну чтобы прям вот так вот засмущали вы меня в общем цветет еще смотрите вот такая вот красота тоже да насчет красоты кто-то мне написал комментарий про мои орхидеи сколько у меня их и там конечно мало цветущих и написали не вижу никакой красоты одни горшки ну конечно горшки это горшки а конечно когда они расцветают то это уже потом удовольствие мы получаем а конечно пока что горшки зеленые листики и больше ничего в общем это я не комментировала показывала то что уже еще цветет и цветет слушайте долго конечно цветет я в шоке такие упругие цветы а это расцвел ну понятно уже да лоелия анцепс огроменные высокие цветоносы и пока что вот их расцвело всего два они вот делятся так потихонечку на бутоны ну не все очень печально что они не все сразу открываются это супер бен слоелия я не знаю сколько она еще будет растить свой цветонос ну вот она его растит видите да очень длинный поэтому алоелия уже конечно опять разрослась анцепс у меня я ее пересаживала вот так вот пересаживала и она конечно растет и растет уже такой большой горшок у нее ну красивая статная дамочка да это еще один хокоглусом он тоже продолжает цветение очень долго они цветут мне нравится это распустилась ванда гибрицирули на ману вади красивый мне нравятся эти цветы у него это губа всегда очень мне нравится понравилось им новой посадке так прям корешки начали расти расти где-то тут вот даже где-то видела корешки повылазили а вот нашла уже думаю ладно смотрите как вот все равно вроде бы такие тонкие щелки щели и они все равно повылазили и потом уплотняются увеличиваются в размере и все ну конечно уже отсюда я их доставать не буду но самое главное что им понравилось и это уже здорово а вообще да на вкус и цвет конечно товарищей нет у каждого из нас разные вкусы все нам нравится разное ну что я не знаю наверное начнем так потихонечку я буду в маленькую тепличку тут вот расцветает мой рождественник один второй третий он конечно бедный пострадал в связи с переездом но все равно красивые такие пышные цветочки пышные 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 тут вот еще от старых владельцев мне кажется какая-то такая розовая форма валялся у них где-то горшочек так вот за домом там и ничего вроде бы пришел в себя и тут вот еще один это мой белый тоже полный весь в бутонах ну что с чего начать не знаю но эту гангору я уже вроде бы рассказала показала надо ее снять потому что она тут прямо на проходе висит огроменный куст одна из первых моих орхидей просто огромная так мне хочется чтобы она повыпускала много цветоносов ну посмотрим она такая тяжелая так это кстати уже бедненький и вянет я не успела не вроде еще и нет просто так опустил бутончики свои как вот его показать вот как как ландыши такие нежные цветы нежные понравилось им ему в этой посадке я купил это дендробиум монолапфулум это австралийский наш дендробиум и я вот так вот его посадила на такую длинную длинную коряжку и думаю пусть себе вот так вот растет я себе его буду направлять так вот он в двух тут вот еще новый ростик в двух направлениях растет ну и нормально что здесь у нас вот это вот я то что рассказывала что у меня очень много каких-то малышей которые еще не цвели ни разу и я их не видела это кстати вот я сейчас достала это аметистоглосса 4n вот то что я рассказывала во вчерашнем видео что аметистоглосс у нас очень мало в продаже особенно крупных и я когда-то увидела ну думаю 4n такой хороший продавец думаю надо надо брать это моя дарманиана растит очень-очень рада что она наращивает новые ростики потеряла я одну но надеюсь что это приживется это кстати котлея ириколор очень интересно я себе оставила всего два экземпляра было тоже я покупала фласку я покупаю фласки когда вижу что что-то такое интересное и невозможно как бы у нас купить большое растение и я себе оставляю там два-три экземпляра и могу остальные продать ну и тем же возвращаю конечно и фласки стоят недешево и времени горшочки и грунт вот это все ну как бы все это и время и деньги как говорится на заднем плане это иван агара apple blossom я купила две детки наверное в том году или в позапрошлом пересадила их вот так вот одна у меня цвела вот 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 это вот крайнее это другая форма она цвела просто на один или два цветочка было одна розовая вот смотрите все надо менять в общем а вот это наверное apple blossom springtime это весеннее время яблочные яблочный цвет наверное вот это скорее всего будет розовая я кстати вижу что здесь даже намечается какой-то цветонос а это цвела ну вот вы видите и выросла новая псевдобульба и на этой псевдобульбе выросла еще одна псевдобульба я честно говоря не знаю что это она творит ну ладно здесь у меня тутанхамон я когда-то тоже покупала фласку посадила его я не знаю неудобно конечно будет доставать полностью так вот горшки маленьком таком глиняном горшочки корни во все стороны ну честно говоря очень быстро у меня еще есть наверное из фласки но они там вообще детки детками наверное вот в таком вот состоянии примерно вот то есть опять же из фласки очень по-разному растут растения ну вот никогда не видела я тут тутанхамен поп правильное название а то я тут рассказываю тутанхамен в общем будет интересно это кстати валкириана на котлея дубиоза я покупала по картинкам все как-то так вот попала в одну какую-то на сайт какой-то и вот я себе по новой купала кучу всего ну это было наверное даже не помню год-два назад ну в общем не очень она как-то не знаю валкирианы вообще не сильно как-то у меня растут ну ладно там опять же с этой же серии видите варнери алба на аллаори иногда думаешь что невозможно да что-то скрести с чем-то но когда видишь какие-то такие гибриды конечно интересно что с этого получится ну я смотрю что уже конечно такие листики они не вырастают больше в общем думаю что это уже размер цветения наверное все таки это киови мендельхол я показывала тоже в предыдущих видео это кстати у меня тоже котлея перине перинеаль 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 пинг розовая форма опять же это из фласки вот уже такой приличный размер ну посмотрим ну вот смотрите я не знаю такой маленький маленький такой контейнер и только его закончила это моя лаэлия рубинсенс яблочки наращивает она новый цветонос и растит новый ростик предыдущая вот эта вот большая псевдобульба она выгоняла цветонос но вот опять же вот она гонит цветонос в зиму и он у меня не вытянулся в том году холодно стало или ну в общем пострадала она конечно так это у меня здесь маленькие два фаленопсис ловиай кажется да фаленопсис и ловиай наверное мне про фаленопсисы надо будет отдельное видео сделать снять их там вот бедная страдалица тоже волкириана на рубинсенс ну вот это рубинсенс волкириану все знают туга она как-то тоже растет нарастит новый ростик ей что-то что-то ей чуть-чуть холодно и все она его сбрасывает ну вот я прикупила теперь у меня еще шилериана на рубинсенс ну вот смотришь на это все и думаешь ну вот зачем тебе еще ну зачем тебе еще что-то нужно потому что конечно так вот кажется да что вроде бы много места можно что-то повесить когда начинаешь вешать наверх это все загораживает солнышко вот этим вот ниже стоящим и конечно мне это не нравится мне хочется чтобы всем солнышко было одинаковым это кстати волкириана на шилериану я когда-то тоже покупала фласку и вот так вот они себя чувствуют вот мне кажется что вот это вот да это она тоже у нее еще есть вот такое вот название это мемория хироми нишиай ну вот видите что-то развивается получше что-то похуже опять же из фласки конечно все разные ну я сейчас я благодарна опять же что у меня есть мой канал мне иногда такие элементарные вещи могут напомнить люди что нужно пользоваться удобрениями что можно что-то какими-то вкусняшками подкармливать и я прикупила и начала пользоваться это смотрите что бросовола кукулат она о господи как это ну вот невозможно да это название вычитать она у меня даже пыталась цвести когда мы сюда переехали но что-то пошло не так и я не уследила конечно времени было мало но главное что она уже это цветущий размер поэтому уже радует это дендробиум вот такой название ну такие невзрачные цветочки не знаю я так его купила кстати вот у этого же у этой теплицы у этого дядечки которого мы были с вами это моя страдалица что-то что-то пошло не так но вроде бы я начала пользоваться сейчас новым препаратом и я смотрю что им понравилось ну вот не поленилась пошла вот это вот мне посоветовали после моего видео реанимашек и я вот пользуюсь вот этим вот сейчас это у нас такое вот удобрение здесь продается я им пользуюсь ну покажу просто что что в нем и очень тоже хорошо орхидеи начали отзываться поэтому иногда нужно что-нибудь конечно давать для роста потому что конечно орхидеи не получают того что они получают в природе я вернулась поэтому я решила что я буду чем-то пользоваться и я честно говоря вижу результат поэтому советую иногда какими-то вкусняшками подкормить наши орхидеи это мои новые мисс Таиланд смотрите им очень понравилось растут поэтому я все-таки думаю что это тоже это удобрение сыграли свою роль потому что у нас дело не к лету не весной я пересаживала а уже пересаживала я летом ближе к осени и вот интересно что здесь будет что-то или нет не знаю ну доза на окланде ой хиппо даме все жду жду и никак не дождусь это еще из той же серии не знаю что это будет но кстати это только набелиор видите 2 набелиор скрестили я имею ввиду из той же серии что я покупала и ванагары это все из той же серии я когда-то их понакупала ну вроде бы растут вроде бы растут на заднем плане это котлея эльдорадо тоже из фласки тоже я покупала когда-то фласку и вот так вот постепенно постепенно пересаживала и уже в таком горшочке так вот конечно ростика растет в сторону ну слушайте прикольно мне кажется когда начинают расти орхидеи у меня из фласки то они намного себя лучше чувствуют вот это смотрите какая интересная псевдобульбочка ну конечно наверное уже многие догадались что это от энцикле это тоже очень интересный такой гибрид на мой взгляд котлея максима на энцикле антропурпурея должно быть интересное что-то правда вот это помните я показывала фласку наверное два или три месяца назад я покупала фласку вот с таким названием и знаете что я заметила мне кажется что здесь начинают вылезать цветоносы сейчас я его определю тут и как раз с вами приближу и увидим видите и я не знаю я не думаю что это новое растение нет мне кажется что это все-таки цветоносики вот с этой стороны и с этой стороны я себя оставила ну как я выбрала и посадила вот так вот этот попробовала на блок а есть у меня правда один еще в горшочке куда мы тебя повесим вот тут мы тебя повесим и тут вот я тоже такое такая крупняшка я вот так вот уже тут даже три растения как-то вместе были ну конечно когда из фласки достаешь они все слеплены между собой и тяжело иногда разделить и поэтому я их так вот вместе и посадила там на заднем плане опять же из той серии вместе их покупала гибрид бросовола нудоза на ринхолаелия котлея в общем вот такое вот название я не помню я по картинкам все конечно я не буду сейчас это все доставать искать картинки но надеюсь что когда-нибудь это все расцветет растет все покупалась все в очень маленьком состоянии мне кажется что есть видео я недавно наткнулась на собственное видео и увидела посмотрю если я найду его я вставлю в описании или кстати сейчас может быть в первом закрепленном комментарии тоже так быстрее можно будет найти а вот это вот смотрите это мне кажется цветоносик да такой вот набубонился аурантика я когда-то покупала оранж спотс на голден надеюсь расцветет тоже аурантика это вот смотрите вот это вот растение и и вот это вот растение это одно и то же это гибрид бросовола на дозу ну а дарманиану это тоже была когда-то фласка и вот так вот я два растения посадила одно так просто на коряжку оно вроде бы хорошо так начало расти корни вниз и я его посадила в такой вот такой горшочек да ну а это так вот на коряжке растет я наверное уже закончу с этим и буду заканчивать наверно наверно наболтала опять это дендробиум новый крестьянум который думала что он маленький а он оказывается не совсем маленький ну растет вроде бы вот это вот два ой как бы их достать один достану и вот еще второй я купила два потому что вечно у меня что-то расцветает и не такое в общем это дикбияна ну она прям какая-то вся волосатая не знаю это что-то из нового и я сказала что мне нужно два и вот я взяла два себе вот таких вот растения конечно я их пересадила тоже как я пересаживаю им очень понравилось и надеюсь что я однажды увижу их цветение ну это что-то что-то новенькое выглядят они оба неплохо поэтому будем ждать это да котлея рекс в очень маленьком размере я ее покупала вот это вот вроде бы как они растут 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 боюсь что-то сглазить но мне кажется все-таки да повлияло это удобрение они начали хорошо расти амэйзинг тайланд хайсонг красавица и что здесь еще это бедная давиана аурея ну вот туго они растут у меня тоже я не видела в австралии ни у кого цветущих давиан еще поэтому ну вот так вот наверное у нас у всех они еле растут это алоха кейс маленькая ну вот и после этого всего думаешь сколько тебе еще всего надо поэтому наверное на этом буду заканчивать пока что увидимся в следующих видео пока